Какими бесплатными вещами в интернете стоит воспользоваться каждому? Озвучено при поддержке Авиасейлс. С помощью TempMail можно одним нажатием кнопки создавать неограниченное количество бесплатных писем с одноразового почтового ящика. Интернет-архив нужно считать одним из семи чудес информационной эпохи. Академия Хана. Благословите чувака, который ее создал. Он лучший. Этот чел легенда. Он помог мне освоить мат-анализ быстрее, чем любой учебник. Я задонатил ему 300 баксов. Столько бы я потратил на учебник по мат-анализу, если бы его купил. DaVinci Resolve. Лучшее ПО для редактирования видео, которое можно скачать бесплатно. Изменено. CapCut тоже классный, если ты полный нуб и тебе хочется замутить что-нибудь для своих соцсетей. Там крутые пресеты. А еще PhotoP. Это, по сути, бесплатный фотошоп. RKFPH. Разблокирует платные статьи, если поставить этот адрес начало ссылки. А еще можно с помощью U-Block отключить JavaScript. Работает в большинстве случаев. Justin Guitar. Если вам охота попробовать научиться играть на гитаре, можете попробовать посмотреть его уроки. Они реально крутые и просты в освоении, к тому же бесплатные. Некоторые его дополнительные материалы стоят денег, но для обучения они не нужны. Abundainware Games. На этом сайте собрана целая библиотека игр настоящих бриллиантов, в которые вы никогда не играли, и которых нет на онлайн-сервисах. Здесь вы сможете поиграть в них совершенно бесплатно. Некоторые из них нельзя скачать, но вам дают ссылку на место, где их можно купить, так что никакого пиратства. Извинено. Обязательно попробуйте So, пила. И You Are Empty. So это спин-офф, действие которого происходит после концовки первой пилы. В альтернативной вселенной, где детектив Тепп выжил. Управление не очень, а геймплей повторяется. Но она все равно очень крутая. You Are Empty практически клон Half-Life, и возможно некоторым геймерам она покажется слишком длинной. Но она играется очень весело и динамично, так как вы никогда не задерживаетесь на одном месте. Libby. Бомбический ресурс для заимствования цифровых книг из вашей местной библиотеки. В этом трейде еще говорили об изучении языков. И я хочу добавить, что Character.ai отлично справляется с обучением с помощью переписки. Плюс вы можете слушать, как с вами говорит голос ИИ. Вы можете сдавать нейросети любые вопросы, касающиеся языка, чтобы восполнить пробелы в знаниях. В интернете есть бесплатные гарвардские курсы, которые вы можете пройти. Гарвардский базовый курс по IT. MIT. Благодаря CS50 я прошел путь от 32-летнего безработного чувака, который оказался в жизненном тупике, до 36-летнего веб-разработчика, работающего уже два года, причем удаленно. Та пауза в жизни, которая возникла во время пандемии, была для меня благословением. Определенно LibriVox. Там хранятся книги, не защищенные авторским правом, которые добровольцы зачитывают и выкладывают записи. Чаще всего качество не такое же, как у официальных аудиокниг, но халява есть халява, и у них там много чего есть. Sunny Classroom. Зайдет тем, кто хочет изучать компьютерные сети. Автор очень умный профессор, у которого есть парочка недооцененных фишек для запоминания подсетей. Юмор немного суховат, но если хотите посмотреть на азиата, который ни с того ни с сего выдает фразочки вроде «Спасибо, что терпеливо относитесь к моему мощному чинглищ», то он вам понравится. Определенно рекомендую. Bandcamp. Это сервис, на котором можно бесплатно слушать музыку. Поддержите своих любимых исполнителей. Kaggle. Сайт с отличными бесплатными уроками по анализу данных и наборами данных. Крутой навык, которым стоит овладеть. А я по 4-8 часов в день скролю видосики с котиками и ни о чем не жалею. ASoftMurmur.com. Пользуюсь им каждый день, чтобы заснуть. I love PDF и SmallPDF. Серьезно? Эти две штуки кучу раз буквально спасали мою шкуру. Меньше чем за минуту можно объединить PDF-файлы, сжать их, разделить, конвертировать в разные форматы и многое другое. Поистине удивительные сайты. RadioGarden. Это глобальная карта с активными радиостанциями. Вы можете вращать глобус как угодно и слушать радио. Хотите узнать, что сейчас звучит на радио в Марокко? Можете узнать это с помощью этого сайта. Радио-похожий сайт. Это карта мира, на которой можно как выбрать отдельную страну, так и вернуться в разные десятилетия, чтобы узнать, что было популярно в то время. На сайте Flashpoint Archive есть тысячи архивных флэш-игр из вашего детства. Если вы, как и я, выросли в начале 2000-х годов. О, еще один суперинтересный и полезный тред на Reddit, который я сохраню и никогда больше к нему не вернусь. Образование. На YouTube есть куча видосов на разные темы. Точняк. Я рос без отца, поэтому никто не научил меня делать работу по дому. Я не могу сосчитать, сколько раз у меня что-то ломалось, и я узнавал, как это починить благодаря какому-то бате с YouTube, который показывал, как все работает. Миллионы книг и научных статей. Открытая база данных почти всех знаний человечества. Короче, вот сайт вот или вот. Subreddit.rscholar для запросов на статьи, которые еще не заархивированы. Используйте VPN, действуйте осторожно и соблюдайте местные законы об авторском праве. Не перезаливайте эти материалы на другие сайты, иначе это может привести к проблемам и нарушению правил и условий. Remove BG. У него очень простой интерфейс для удаления фона с фотографии. Прога отлично справляется с идентификацией фона. Кроме того, в ней есть волшебная кисть, с помощью которой вы можете восстановить часть фона или фотографии, или стереть только определенные части изображения. А еще присутствует интеграция с Canva. Так что вы можете отредактировать фотографию соответствующим образом, а затем сбросить ее прямо в проект Canva. Я фотограф-любитель и автор детских книг. Я буквально использую этот сайт в среднем несколько раз в неделю, а иногда и ежедневно, когда проекты находятся в стадии подготовки и доработки. Это сайт для всех, кому интересна оркестровая музыка и композиции. IMSLP. International Music Score Library Project. Вы можете найти большинство оркестровых композиций, находящихся в общественном достоянии. Полные партитуры, отдельные части и записи. Есть широкий спектр опций поиска. Композиторы, временные периоды, инструментарии и так далее. Вроде нишевая штука, но сыграла важную роль во время моего обучения в универе. На сайтах некоторых музеев есть онлайн-экскурсии, так что вы можете устроить себе симуляцию похода в музей и осмотр хотя бы части коллекции, не приходя туда и не платя за вход. FF-MPEG. Это бесплатный инструмент командной строки, который может резать, соединять, перекодировать MP3, MP4, любой другой видео-аудиоформат, о котором вы только можете подумать. Вместо того, чтобы искать рандомный сайт для конвертации MP3 в WAV и тратить час на загрузку огромного файла, вы можете избавиться от посредников и просто воспользоваться своим железом. Требуется немного технических знаний, но обычно можно погуглить how to FF-MPEG, и вы найдете команду, которую можно скопировать-вставить. Linux. После того, как Windows стал говном, многие из нас переходят на другие ОС, но я никогда и представить себе не мог, что Linux окажется таким большим шагом вперед. Конечно, пару дней придется потрудиться, чтобы понять, как установить видеокодеки на Fedora и как настроить automount при загрузке, но вскоре вы заметите, насколько крутым является комьюнити, будете постоянно находить всякие умные решения, что они реализовали для проблем, с которыми, как вы всегда думали, вам придется жить. Мы видели, как Facebook и Amazon успешно манипулировали рынок и теперь страдаем без дешевых магазинов с неудобными социальными структурами. Но Microsoft на Embrace Extend Extinguish еще не победила, и это кусочек рая, который мы все вместе можем сохранить. Бесплатные мультфильмы конца 80-х-90-х годов выложены на YouTube. Примеры. Уличные акулы, могучий макс, черепашки-ниндзя, трансформеры, битвы зверей. Список мультфильмов, которые теперь доступны вам или вашим детям, просто огромен. YouTube это не только видосы про Майнкрафт. Здесь есть потрясающий выбор мультфильмов, которые шли субботним утром. Я бы еще добавил сайт Tunami Aftermas. Это фан-сайт, на котором размещается медиаматериал от телевизионного блока Tunami. Иногда там даже проскальзывают музыкальные заставки и рекламные ролики из 90-х и начала 2000-х. На сайте есть чат, куда вы можете зайти в любое время и расписание, которое периодически обновляется и показывает, что идет на восточном и западном побережье. Там часто проводятся вечеринки, посвященные различным шоу и так далее. По выходным и вечерам здесь реально много народа. Мне нравится врубать его, когда я не знаю, что посмотреть, и просто хочу получить дозу здоровой ностальгии. Пока ем или занимаюсь чем-то, что не требует моего полного погружения. Бесплатное обучение через YouTube. Серьезно, в дополнении к написанию песен и игре на гитаре, я занялся продюсированием музыки. И вы не представляете, как много крутейших продюсеров просто выкладывают свой материал. Это огромный обучающий инструмент. С помощью YouTube я научился играть на саксофоне, программировать на Python и SQL. Изучил детали автомобиля, которые я хочу купить. Узнал о воздушных катастрофах, о которых рассказывал реальный пилот самолета. Правда, стоит помнить, что многие вещи на YouTube скорее познавательные, чем образовательные. Обучение чему-то – это нечто большее, чем просто глянуть видео и пересказать его. Просто я видел, как многие молодые ребята попадали в эту ловушку, думая, что они чему-то научились, но не могли воспроизвести выученное самостоятельно. Мощный аудиоредактор, который идеально подходит для создания музыки и подкастов. Autodesk Fusion 360. Программное обеспечение. CID-CAM. Bitwarden. Служба управления паролями. Blender. Бесплатный пакет для создания 3D-изображений. Cakewalk. ПО для создания музыки. Darktable. Приложение для работы с фотографиями и редактор файлов в формате RAW. GIMP. Мощный инструмент для редактирования фотографий и изображений. Guarded Engine. 2D и 3D. Кроссплатформенный бесплатный игровой движок, выпущенный под лицензией MIT. Glitch. Создание быстрых фулл-стэк веб-приложений в браузере. GreenShot. Бесплатный инструмент для создания скриншотов, оптимизированный для продуктивной работы. Honey. Расширение для браузера, которое собирает и автоматически применяет онлайн-купоны на сайтах электронной коммерции. HitFilm Express. Программа для редактирования видео с профессиональными инструментами VFX. Inkscape. Бесплатный редактор векторной графики. KeyPass. Бесплатный менеджер паролей, преимущественно для Windows. Krita. Бесплатный редактор растровой графики с открытым исходным кодом, предназначенный в основном для цифрового арта и 2D-анимации. Open Broadcaster Software. OBS. Программное обеспечение для записи видео и прямых трансляций. LibreOffice. Офисный пакет ПО. LMMS. Кроссплатформенный секвенсер и цифровая звуковая рабочая станция. Medibunk Paint Pro. Бесплатная программа для создания цифровых рисунков и комиксов. Music Score. Создание воспроизведения и печать красивых нот. Ocean Audio. Простой, быстрый и мощный аудиоредактор. OpenTunes. Программа для создания анимации. PaintNet. Бесплатная программа для редактирования растровой графики для Microsoft Windows, разработанная на платформе Net Framework. PhotoPi. Веб-редактор растровой векторной графики. Pixlr. Многофункциональный онлайн-редактор фотографии. Raw Therapy. Бесплатная кроссплатформенная программа для обработки необработанных изображений. Reaper. Цифровая аудио рабочая станция и MIDI-секвенсер. ShareX. Инструмент для захвата экрана, обмена файлами и повышения производительности. SlideGo. Бесплатные шаблоны Google Slides и PowerPoint. Switch. Быстрая конвертация и кодирование звуковых файлов. The Nome Project. Иконки для чего угодно. Unity. Кроссплатформенный игровой движок. Unreal Engine. Самый открытый и продвинутый инструмент для создания 3D в реальном времени. Unsplash. Красивые бесплатные изображения и фотографии. VLC Media Player. Портативный кроссплатформенный Media Player. И потоковый медиасервер. VS Code. Бесплатный редактор исходного кода. Waveform. Полнофункциональная, полностью безлимитная, бесплатная звуковая станция для создателей музыки. WavePad. Аудио и музыкальный редактор для Windows и Mac. Vcostream. Сайт аниме и мультсериалов. Мультфильмов с дубляжом и субтитрами. 7-Zip. Архиватор файлов с высокой степенью сжатия. Code Academy. Бесплатные занятия и упражнения по любому языку программирования. Coursera. Онлайн-курсы и сертификаты. Не все курсы сертификаты бесплатные, но они того стоят. Free Code Camp. Научитесь программированию дома. Goal Kicker. Бесплатные книги по программированию на любом языке. MDN WebDocs. Ресурсы для разработчиков, созданные разработчиками. Курсы MIT. Открытые курсы Массачусетского технологического института. W3Schools. Крупнейший в мире сайт по обучению веб-разработке. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какими бесплатными вещами в интернете стоит воспользоваться каждому. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Обнял. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!